Соб, от тебя, по-моему, не было, да? Ух ты ж. Эй, путник, вижу, прибыл издалека. Зайди ко мне в палатку. Тебе нужен отдых, вижу. What the fuck? Давай, садись, путник. О, бля, что со мной происходит? Ах, великий город Нарфанис прямо перед нами. Казалось бы, рукой подать. Но нет, зайти так просто не получится. Документов-то не имеется. Ага, я все еще бомж без имени. Кстати, как я оказался в этом пустынном нищем районе, сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы стали еще более нищими. По сравнению с предыдущей серией. Я дом потерял. Но давайте по порядку. Напоминаю, я и Бурис договорились, что за 2000 неких Утенов, это такая местная валюта, он поможет сделать мне поддельные документы и разрешение на пребывание в Нарфанисе. Сказочные условия, скажем так, да? Но нет, согласие было таковым. Бурис отвозит меня на рынок, я продаю тут все, что успел нафармить, даю ему деньги, получаю документы и все рады. Все пошло по жопе уже на начале торгов. Просто представьте, за целый стакк крутых ресурсов мне давали по одному или максимум по 4 Утена. Как я могу добыть 2000 в таких условиях? Это невозможно! А вишенкой на торте стало то, что договорившись об обратном отплытии вечером, я опоздал на корабль. И да, Бурис просто отчалил, а я остался здесь. По итогу, побродивши немного по порту, мы познакомились с неким Вилли, который, если верить его словам, помогает разным путникам переночевать в его доме, чтобы этих самых путников не прибили на улице. Ну и, кстати говоря, я живой. Прикиньте, утро. Вроде бы меня никто не прибил, не ограбил. Эй, всем привет, доброе утро. Ммм, никого нет, дети. Чё делаете? Резвите, серьёзно. Нинель что-то готовит. Да, это у нас жена Вилли. Она не особо рада моему приходу, потому что она ненавидит Вилли за то, что он постоянно кого-то спасает. Но при этом, внимание, вопрос. А где сам Вилли? Я там доброе утро никому не должен сказать? Или типа того? Может быть, мне нужно прямо сейчас пройти... Давай, верблюд, верблюд, подари мне уют. Шерсти настригу, ковёр садкой. Окей. Короче, я думаю то, что мне, наверное, надо попробовать заново пройти. Эээ, да вот эта охрана всё ещё стоит. Дайте угадаю, не пропустите. Эй, парень, ты чё, думаешь, что-то изменилось? Меня не проведёшь. Иди отсюда. Так, погоди, я походу понял. Мне, наверное, сюда, да? Нет, Бурис не приплыл. Эээ, слушайте, попробую, наверное, обратно к Вилли сходить. Эээ, ну, мам, ну, мам, ну, мам, ну, пожалуйста. Ну, можно мы сегодня чай попьём? Ну, пожалуйста. Да, да, хочу чай, хочу чай. Ох, дети, вы же знаете, у нас нет утенов на чай. Нет, ты меня догони. Это твоя очередь. Нет, твоя, твоя. Ой. Мам, мам, мы хотим чай. Чай, 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 чай. Да ну-ка, тихо, тихо. А, я придумала. А давайте мы с вами сыграем в игру. Я разогрею воду, мы будем её пить и представлять, что это чай. И будем друг другу описывать, какой вкус у нашего чая. Как вам? О, мама, это крутая идея. Серьёзно? Да, да, круто. Да, то есть мы сможем выпить разного чаю. Ну, вот и отлично. Вау, привет. Привет. Простите, я не слышала, как вы встали, молодой человек. Ребят, давайте вы сейчас поиграете во дворе, только далеко не убегайте, а я сделаю чаю. Какая крутая идея. Молодой человек, мне жаль, что вам пришлось стать свидетелем такой унизительной сцены. Вы не подумайте, мы не всегда были такими бедными. Вилли был богатым, очень известным капитаном. Мы счастливо жили в Наре и... Жили, пока не появился бог-фараон. Хм, знаете, вам лучше уйти. Пожалуйста, молодой человек, найдите себе другой ночлег. У нас слишком мало места. Хм, ну неужели никто не понимает, что у нас нет возможности... А, обновление заданий «Чай для Нинель». Слушайте, ну в целом-то я всё понял. Да, меня не совсем здесь рады видеть. По крайней мере, Нинель. Но, у нас задача принести ей чай, я так понимаю. Обрадовать её, её детей. Вот только смотрите, у нас появилась эта задача, но при этом я не знаю, а где её посмотреть. Вот тут я не могу посмотреть задачу, здесь тоже не могу. Я бы просто хотел как-то её включать. О, стоп. Оооо! Я нажал на «Аш» русскую и «Вооо!» У меня появилась статистика. Квестов завершено. Выполнено ноль. Провалено ноль. Заведено знакомств 2. Средняя репутация 48. Ой-ой-ой. Было, по-моему, 70. Так, здесь у нас положительные подарки. Буриз. Шкала отношений почти... Ооо, негативная. Обалдеть. Так, а Вилли и Нинель появились? Нет, кстати, пока что только Абди и Буриз. Понял. Ай-воо, задачи. Новая личность. Буриз пообещал сделать для меня документы, чтобы я смог попасть в Нарфанис и найти тех, кто меня ограбил. Для этого понадобится 2000 утенов. Интересно, это много? Да, мы уже поняли, что это много. Чай для Нинель. Меня тронула сцена, где бедные дети Нинель просили у неё чаю. Эти люди были так добры ко мне. Я хочу отплатить им тем же. То есть, да. Это, я так понимаю, не самый обязательный квест, но я сделаю это. Я, конечно же, это сделаю. Где-то надо найти чай. А где мне его достать-то? Я же даже не имею представления. Привет. Торговать? Чай, 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 чай. Нет. Привет, привет. У вас? М-м-м, нет. Знаете, это такая прям серьёзная задачка. Обойти всех и каждого, чтобы еле-еле найти чай. И в итоге окажется, что это, знаете, вообще не здесь. Ну, пожалуйста. О-о-о, нашёл! Нашёл, нашёл, нашёл! Чайный лист. Так, погоди, стоп. Чайный лист или мача... Мача лат. Ха-ха-ха. Мача лата, лавандовый чай. Я думаю, что вот это, чайный лист, стоит всего лишь 5. Покупаем. Так, хорошо. Обновление задания, чай для Нинель. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ожидание сдачи персонажу. Вау, как это круто реализовано-то, а? То есть прям реально показывает то, что я почти выполнил задание. То есть я двигаюсь в правильном направлении. Эй, Нинель, я вам подарок принёс. Э, стоп, что? Э! Нинель! А как мне чай... Подожди, а как мне отдать чай, если я не могу открыть дверь? То есть у меня... Ну, я понимаю, что это как-то по сюжету, да? Меня тронула сцена ожидания сдачи персонажу. Но при этом сдать я не могу. Хм. Может постучать надо вот так вот, да? Ладно, 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 хорошо. На всякий случай я, конечно же, чайный лист оставлю. Я уверен, что я всё-таки смогу его отдать. Может быть как-то через Вилли? Надо только Вилли найти. Во, я понял. Эй, рыбак Вилли! Ты где? Ух, Соба, от тебя, по-моему, не было, да? Ух ты ж. Эй, путник. Вижу, прибыл издалека. Зайди ко мне в палатку. Тебе нужен отдых, вижу. Не бойся меня. Ну, разве такая красивая и беззащитная девушка может сделать тебе что-то плохое? Пойдём. 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 За мной. Эээээээ... Ну, слушайте, я... Даже чё-то как-то не знаю. Так вот, так я с таким первый раз сталкиваюсь просто. Ладно, я, наверное, попробую. По крайней мере я могу. То есть, выбор у меня есть. Давай, садись, путник. Леха, что со мной происходит? Ладно, всем. Отдохни, расслабься. Позволь, я загляну в твои глаза. Какая судьба тебе предначертана? Прошедший сквозь обман, Кошмары, ужас, грязь, Видавший много драм, В пустыню вознесясь, Он всем откроет нам, Нисколько не боясь Пути к чужим мирам, Сквозь артефактов связь. Что это было? Боже мой. Я потеряла сознание? Эй, ты кто такой? Убирайтесь немедленно от сюда. Чего? В смысле? Э, это ты позвала меня? Ладно, я ничего не понял. Ты что, какая-то всевидучая? Я-то думал, знаете, когда она меня позвала, Я подумал немножко о другом, честно говоря, да. А-ха-ха, вау. Так еще раз. Прошедший сквозь обман, Нисколько не таясь, Пути к чужим мирам, Он всем откроет нам. То есть это про меня, да? Сквозь артефактов связь. О, это что-то новенькое. А я могу снова зайти? А, черт. Ладно. Так, слушайте, а давайте на всякий случай походим, да? Походим, посмотрим, мало ли кто-то здесь еще есть. Вот, например, какие-то ворота. Нет, зайти не могу, ладно. Со всеми этими торговцами я уже болтал, Ничего никто не скажет. Так, здесь у нас, ну, просто корабли. Я не вижу ни одного здесь NPC. Ладно, а что мне в итоге тогда делать? Я все еще думаю, что мне нужно Вилли найти. И попросить его как-то передать чай, наверное. Привет? Нет, не поговорим. Так, на всякий пожарный, как говорится, да? А, и, кстати, напоминаю, в предыдущей серии мы нашли торговца, который покупает золотую морковку за очень-очень дорого. 64 у Тена. Я сначала спросил у разработчиков, баг это или нет, но мне сказали, что это не баг. Потом все сам увидишь. Вот так мне сказали. О, кстати, а вот тебя я не видел. Ну-ка, что ты, кто ты? Так, рюкзак. Спасибо, не надо. Часы. Щупальцы, крюк. Продажа 100. Вау, это, наверное, что-то очень крутое. Наковальня 64. Вот это бы я, кстати, купил, потому что наковальня мне правда нужна. Железа так много я сам не нафармлю, то есть сам не скрафчу. Ладно, давайте попробуем заново к Нинель сходить, мало ли. Ну-ка. О! То есть, могу. Те, Нинель, привет. А? Молодой человек. Ну, я же просила вас, не приходите сюда больше. Что вас сюда привело? А, не волнуйтесь, я, я, просто вот у меня замочек. Вы были так ко мне добры, я, я хотел вас отблагодарить, вручить чай. Так, а что у меня, кстати, еще? Вы были так ко мне добры, а я даже спасибо не сказал. Вот, зашел сказать. Ну, сухо было бы, кстати, если бы не чай. Я хотел попросить у вас разрешения остаться еще на пару ночей, пока не встану на ноги. Не, ну я, конечно, вручу чай, я что, дурак? Вот. Что это? Вы, 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 вы должно быть шутите, молодой человек. Ха. У. Спасибо, спасибо огромное. Это очень приятно. Идите сюда. Ого, боже. Дети будут в восторге. А вы, ой, знаете, а ведь я даже не знаю вашего имени. А, кстати, это правда. Меня зовут, сейчас, сейчас, Лололошка. Лололошка. Угу. Знаете, Лололошка, вы теперь всегда желанный гость в нашем доме. Спасибо вам еще раз. Да, пожалуйста, пожалуйста. Угу. Слушайте, Лололошка, вы уж, конечно, простите, но мне нужно готовить ужин для детей и мужа. Они вот-вот вернутся с работы. С работы? Да, вот это я приберегу. Подожди, дети у тебя тоже работают? Ого. Ну ладно, ладно. Фига себе. Так, и у нас, кстати говоря, начинается ночь. Дети скоро-скоро вернутся, муж скоро-скоро вернется. А я, наверное, попробую еще раз дойти до красавицы. Ну-ка. Давайте, давайте, пустите. Да черт. Ладно. Но я очень хочу снова туда попасть. Я хочу с ней как-то, знаете, поговорить о том, типа, вот вы мне это сказали, а что это могло значить. Эй, эй, парень, ты, в случае, мне... Бурис. Ох, ты ж, ё-моё, Лололошка. Так ты живой все-таки? О-хо, как же я рад. Ммм, Лололошка, мы же договаривались. Вот, а если бы я тебя сейчас не встретил? Вот что бы ты делал, если бы мы не встретились? Пойдем, пойдем быстрее. Абди там без тебя с ума сходит. Эй, стой, погоди, у меня... Ну хотя ладно, чай я отдал в целом, да? Подожди, куда... О-о-о, ты меня отвозишь обратно. Прикольно. Так, погубь. Отойди, салага. Ладно. Ну, вот мы и на месте. И у меня снова... Давай, парень, иди, отдыхай. Мы еще поболтаем. Я к тебе загляну в ближайшее время. Хорошо. Спасибо тебе, но надо бы обсудить вот тот моментик-то, да? И про две тысячи утенов надо поговорить. Ага. Да-да, давай, пока. Все. Остался один. Абди! Так ты все-таки тут? Эй! А... Вот где мне его искать-то, да? Абдишка! Абди, может... А-а-а, я понял. Тихо, тихо, ребята. Спит. Не будем, не будем. На данный момент мы понимаем то, что надо где-то найти золото. О-о-о, золото есть. Переделываем в самородки и создаем очень много золотых морковей. То есть, по сути, я реально могу накопить много-много утенов, да? Так, слушайте, что-то мне не очень хочется кричать. Давайте поспим. Рядом приляжем. Может быть, он там проснется, привет скажет и все такое. Э-э, ну-ка. Абди! Абди! Утро наступило! Работать! Не знаю там, пахать! Ну ладно, на самом деле, пусть лежит, пусть спит. Я не особо хочу его сейчас терроризировать. Учитывая то, что у меня у самого есть работа. Очень много пшеницы. Дабы пшеницы становилось еще больше и мне было не лень добывать все эти грядки, надо также прокачать оазис. Вскапывает область 3 на 3 при использовании мотыги на земле, а также автоматически высаживает семена из левой руки в области 3 на 3. Для разблокировки требуется ремесло 15 уровня. У меня сейчас 6, то есть, по-моему, я могу неплохо так прокачаться, да? То есть, раз, два, подожди, что? А почему я не могу прокачаться? А, господи, я не у статуи, я думал-то, что что-то забагало. Давай, статуя, помоги мне. Ремесло сейчас будет у меня 11 уровня, да? Раз, два, три, четыре, пять. О, еще что-то открылось. Бережное обращение. Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%, кстати! Это же круто! Рыбак рыбака. Попадание в цель по плавкам наносит 1 единицу урона и обездвиживает цель. Стоимость 2? Ого, нет, слушайте, дорого-дорого. Не надо мне такое. А вот оазис по-любому прокачаем. То есть, нужно еще 4 золотых скоробея. Следующий я получу через 600 опыта, блин, дорого. Но, как говорится, мы можем и рыбку съесть, и другую рыбку съесть. Потому что прямо сейчас я наформлю много дерева, чтобы было много опыта. И при всем при этом наформлю много дерева, чтобы потом продать. Как говорится, успевай только топоры менять. Кстати, вопрос. Я вот сделал себе удочку, а как много опыта она приносит? Допустим, прямо сейчас мне нужно 719 до золотого. Я начинаю ловить, вылавливаю, проверяю и становится... Стоп. Еще раз. Подожди, мне кажется или мне дали очень много? Еще раз, 619. Я вот прямо сейчас даже, давайте без какого-либо монтажа, без каких-либо склеек. 619. Давай, гребаная рыба, ловись. Не заставляй людей ждать. Это будет самый длительный несклейный момент. Опа. И так. Подожди, чего? Еще раз. Мне за одну вылав... Еще раз. У меня просто диссонанс в башке. Мне дают по сотке, да? Давай еще раз. Просто если мне реально дают по сотке, то вылавливание рыбы это самое приятное. Ну-ка. Еще сотка. А почему каждый раз дается по 2, по 3, по 4 рыбы? Неужели я что-то прокачал? Я помо... Точно! Удваивает количество улова за каждый уровень навыка. Точно, точно! То есть вы хотите сказать, что если я сейчас вот это прокачаю, я прокачал, то мне будут давать по 150 опыта. Так. Опа. И так, так, так. Вот. Было 256. Еще раз. Ловим. И в итоге... 106. Да, то есть каждое вылавливание рыбы дает по 150 опыта. В какой-то степени я могу всех ауритеховых скоробеев потратить на улучшение нильского прилива. И буду зарабатывать еще больше. А ну-ка, накась. Раз, улучшение. Два, три. Ха-ха. То есть мне реально сейчас должны давать примерно по 250-300 опыта. Я в шоке, если это так, но опять же я просто проверяю. Ну-ка. О! Золотой скоробей. И до следующего 546. Стоп, машина! Ребята, я на всякий случай решил написать разработчикам и спросил, а мне правда должно даваться столько? И оказывается, нет. А, ребят, это баг. Это баг. Я только что багаюзил. Жестко багаюзил. А оказывается, за каждую прокачку нильского прилива мне не должны были давать плюс 50 опыта. Мне должны были добавлять всего лишь по 20 опыта за каждую ловлю рыбы. Ребят, сори. Ну, я не знал. Я написал. Я не буду сейчас больше ловить рыбу, потому что это тупо будет нечестно. Тем не менее, не забываем про мотыгу. Мне надо прокачать оазис до 15-го. Сейчас у меня три золотых скоробея, и следующий скоро будет, кстати. Осталось прям совсем немножко. Поэтому мы просто срубим дерево. Чтобы вы понимали, пока я рубил дерево, мне уже пришло обновление. И, по идее, вот этой жесткой прокачки больше не будет. У меня сейчас 700 до золотого. Я вылавливаю рыбу. Давай, рыба, иди сюда. И с учетом того, что я прокачал нильский прилив до пятого уровня, мне остается 670. То есть мне дали 30 опыта. Вот! Вот это другое дело! А до этого я получал 350. Так, и в итоге, кстати, что я вылавливаю? Атлантическая селедка. Палтус. По идее, я все это могу реально продать и заработать у тены, да? Медузу, по-моему, можно было продать. Красный группер. Так, что еще? Сырая треска. И многое-многое другое, что я еще не выловил. Ладно, смотрите. Если я хочу быстро прокачиваться, то рыбалка это все равно круто. Как минимум, если я буду постоянно качать нильский прилив. Это первая сборка, где, походу, рыбалка это реально круто. Абди, ты уже два дня спишь, получается? Немноговато ли не? Ну ладно, я как бы тоже прилягу. Доброе утро. Нет, он все еще спит. Причем он живой. Видно, что он живой. Короче, не забываем про прокачку. Да, я сказал то, что, наверное, рыбалка это самое крутое, но мы же еще не прокачали мотыгу. Помните? Где она эта мотыга-то? Вот, оазис. То есть ремесло. Раз, два, три, четыре. Открывается оазис. Е-ма, стоит целых два. Ммм, как от сердца отрываю. Давай. Все, текущий уровень один из одного. И проверяем. Бам. Эп. А, это же меловый дерн, точно. Мне нужен просто дерн. Бам. О, хорошо. То есть траву он не трогает? А так выкапывается просто офигенно. Мне надо вот эту территорию всю дерном заложить. Я прошу прощения, мистер Камень. Подвиньтесь. Стоп. Стоп, стоп. Погоди. А зачем я сейчас все это добываю, копаю так медленно, если прямо сейчас у меня есть 10 скоробеев железных? Я же могу, по идее, ускориться, да? Наверняка в статую есть что-то такое, что позволит мне очень быстро копать. Надо только найти. Во, во. Смотрите. Что это? Скорость добычи с киркой. Блин, это круто, но это кирка. А лопата какая-нибудь есть? Ребята, походу нет. Я досконально все проверил, но походу единственное, что позволяет мне быстрее копать, это самоцветы. А также самое обычное зачарование, например, на эффективность. Но до этого мы пока что не дошли. Зато смотри, что я нашел. Ювелир. Плюс одно гнездо во всех предметах. То есть сейчас в каменную кирку я могу засунуть всего лишь один самоцвет. А так я смогу засунуть целых два. Кстати, о самоцветах. Какие у меня есть? Я уже, честно говоря, позабыл. Оникс, вот, оружие, плюс два с половиной урона. Броня и щиты, плюс два с половиной броня. Ну ладно, это та ветка, которую мне понравится качать, я определенно в этом уверен. Но, я нашел еще кое-что. Если мы посмотрим вверх, то мы найдем это. Запас энергии. Плюс 15% скорости атаки, если не голоден. И тут еще плюс 5%, еще и плюс 10% урона, если не голоден. Вау. Я думаю, до этого стоит дойти. Но пойдем мы, наверное, вот этим путем. Потому что я хочу добавить еще насыщение от еды. А еще регенерация здоровья от еды. Получается вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еееее. А еще у меня плюс процент шанс блока. То есть я могу просто парировать удар. Вау, я прям обожаю эту прокачку. Так, а ну-ка покажите, насколько я теперь быстрее. Железный нож, два скорости атаки. Не-не-не, а как мне на ком проверить-то? О, жертва найдена. Так, кто это? Павший рыцарь хаоса. Ну-ка. Нихрена, как я быстро могу бить. Обалдеть. А, стоп, это я еще без насыщения. Это просто железный нож. Так, 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 погоди. А если я просто поем? У меня еды нету. Я придурок без еды. Арбузик, помоги мне, давай. Так, тихо. Успею поесть. Успею, успею. Все нормально. Кыш, 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 кыш. И теперь проверяем. Обалдеть, ребята. Это вообще невероятная какая-то скорость атаки. Мне бы, конечно, еще оружие получше, потому что этот железный ножик, это, ну, так себе. У меня, вон, выносливость уже потратилась. Давай, мы тебя так и быть убьем до конца. Задачка. Это, правда, не из простых. Ох, наконец. Что? С него падает кусок темного металла. Ребят, напоминаю, это та самая руда, которая позволит мне улучшать Незерит. После Незерита идет именно темный металл. Да, я понимаю то, что надеть это будет проблематично, потому что минимальный уровень боя это 30-й. А я могу, например, какую-нибудь кирку сделать или что-то подобное. Сабля души. Минимальный уровень боя для сражения 10-й. Это я по-любому возьму. Заостренный меч из темного металла. Минимальный уровень 20-й, 7 урона. Угу. Так, тут у нас отравляющий кинжал. И топор. Топором, наверное, можно рубить. Короче, да, темный металл в любом случае собираем, пригодится. А пока что возвращаемся домой, проверяем Абди. Абдишечка все еще спит. Ха. Ладно. Мне все равно есть чем заняться. Получаем грядочку новую. Как-нибудь вот так вот ее. Ах! Мотыга быстро ломается. Ого! Об этом я как-то не подумал. Пшеницу собираем. И, наконец-то, ферму улучшаем. Знаете, что у меня не вылезает из головы на протяжении всей этой серии? Слова той самой красавицы. Причем, ладно бы она это сказала в каком-то бреду, но у нее явно поменялся голос, и она явно не помнила, что сама это сказала. При всем бредом она как будто в точку попала. Это же речь обо мне, как о мироходце. Короче говоря, начинается тот самый единый лор, о котором я говорил в первой серии. О, начинается что-то интересное. Как это все будет взаимосвязано дальше, мы узнаем. А для этого обязательно подписывайтесь, и, пожалуйста, не забывайте про ваши оценки. Ваши комментарии с догадками, какими-то теориями точно так же читаются, и, пожалуйста, пишите их. Ну, правда интересно. Какие-то теоретики на фоне этих комментариев вообще выстраивают полноценные, огромные теории. Так что, опять же, это все замечается. Еще раз спасибо большое. Надеюсь, вы не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, и некое предсказание. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok